Здравствуйте! Вы вновь на канале Бегетон ТВ и я вновь в компанию Робот Сити, в их мастерской в Подмосковье. Мы сегодня продолжаем говорить с Айдаром на тему роботостроения и индустрии 4.0. Начиная говорить о революции 4.0, наверное, стоит вспомнить про Клауса Шваба, президента Всемирного экономического форума, который, собственно, и вводит в обиход этот термин. И он упоминает в некоторых своих текстах, работах о вызовах, о рисках, которые несет за собой вот эта современная новая цифровая технологическая революция. В частности, усиление неравенства, усиление безработицы, исчезновение многих профессий. Айдар, как вы видите эту ситуацию в мире, в мировом контексте, в российском контексте? Мне очень нравится, как эту тему рассказывает один коллега у нас, есть тоже в нашей индустрии робототехники, Сережа Ланшаков. Он из Тольятти очень хорошие проекты, всякие делает всевозможные. Всегда приводят пример фабрики, которые работают light-off, то есть без света. В Европе сейчас много фабрик есть, на которых даже свет не включается, потому что там работают одни роботы, роботам свет не нужен. Все в полной темноте стоят и производят кроссовки, там еще что-то такое. И на самом деле это будущее точно ждет нас всех. Если какой-то процесс может быть оптимизирован, техническое решение будет сделано. В чем отличие от индустрии 4.0 от индустрии 3.0? Многие тоже не очень понимают, чем это разница. Потому что во время индустрии 3.0 мы произвели очень много роботов, большое количество устройств, техники, там все остальное, то есть совершили индустриальную революцию. А индустрия 4.0 это как нам заставить их взаимодействовать между собой и с нами, так чтобы это было всем эффективно. В первую очередь, после индустриализации, и чем характеризуется именно индустрия 4.0, это тем, что начинает автоматизироваться сервисный процесс. Потому что автоматизировать производство, это понятно, достаточно легко, там нет людей, там все ограниченное пространство, и как бы с этим проблем нет. А вот следующий этап, когда начинают автоматизироваться те вещи, в которых человек принимает активное и деятельное участие, он как раз таки и является вот этим 4.0. Он сложный, для него потребуются вообще другие совершенно коммуникации. Когда 5G приходит в какую-то страну во многих, он же характеризуется именно тем, что там есть отдельная выделенная полоса для общения роботов друг с другом. Собственно говоря, вот есть для нас, там телефонная сеть какая-то сотовая, с обменами, да, вот точно такая же сеть скоро будет развернута по всему миру для роботов. Тогда, конечно, значительно их понимание увеличится. Потому что сейчас все-таки очень многое останавливает развитие робототехники, именно то, что мы не имеем над ними достаточного контроля, не имеем достаточно надежной коммуникации, чтобы контролировать там, что именно они делают. Поэтому сейчас, как только эта инстраструктура будет развернута, я прямо в англую, будет очень бурный рост робототехники, очень быстро все начнет дойти, очень быстро начнут появляться решения. Потому что, ну, сегодня, объективно говоря, ну, никаких препятствий для этого нет, кроме отсутствия достаточных стандартов связи. То есть, получается, интернет вещей, тот самый, о котором мы говорим, такой вездесущий интернет вещей, собственно, связь между там, или на роботом, или человеком через какие-то возможности интернета, отсутствует по факту? По факту, ну, я про интернет вещей, про интернет вещей, это всех-то я не скажу, о многих вещах, может быть, это и есть. Но в робототехнике, по факту, стандарт единой связи нормальный, он отсутствует. Потому что все остальные стандарты, они очень ненадежны. Та связь, которая сейчас с роботом осуществляет многие, там, через тот же Wi-Fi, она вообще, ну, реально, это очень опасная штука. Я же, как бы, робот вводил на массовые мероприятия, это реально очень сложная штука. Так, чтобы это было безопасно для окружающих, зашумленный диапазон, у него невозможно работать. То есть робот небезопасная история все еще? Если у тебя нет с ним связи, то пока да, поэтому связь с ним должна быть все-таки какая-то у человека. Да даже просто для того, чтобы его обучить каким-то вещам, понимаете, словно говоря, роботы те же уборщики вот убираются, там, как бы, да, и обнаруживают для себя какие-то новые вещи, знаешь, что надо ездить под уклоном, что там, кроме снега, бывает еще, там, жидкая грязь, бывает грязь. Ну, масса всяких еще много появляется. Должна быть надежная система, при которой робот, который научился это сделать, и переодолевать, как бы, эту всю штуку. Ну, то есть нейросетку, словно говоря, этого робота, чтобы она могла отослать об этом данные в общую большую нейросетку для всех остальных тысяч роботов, чтобы они одновременно тоже научились это все делать. Как бы, вот как только вот такая связочка появится, все прям очень быстро начнет развиваться, и не успеем усудить, как это все вырастет, вообще просто полностью изменит мир вокруг нас. А если вернуться к тому вопросу про опасности, риски, да, индустрии 4.0, революции, и вспомнить тот пример, о котором вы сказали, про цеха без света. Собственно, как тогда, не знаю, быть с этими несчастными нашими представлениями о китайских детях, которых в подвалах шьют, там, в тяжких условиях производства и всего прочего? Казалось бы, Китай должен уже давно перейти на робототехнические технологии и все прочее. Он не переходит, там, самая высокая степень роботизации, и там принята государственная политика, вот пятилетка, она идет, не знаю, закончилась ли они, как раз таки поддержки робототехники, и они очень активно свои производства, как раз таки, переводят, ну, конечно, да. Другой вопрос, что будет со всеми теми людьми, которые сейчас работают на фабриках. В принципе, экономисты вычисляют, как бы, такую историю, что, когда какая-то компания вводит роботов вместо людей на этой фабрике, и фактически увольняет же всех этих людей там, то, конечно, владельцы, те, кто делают некий налог на роботизацию, должен быть, они должны оплачивать всем людям, которые там живут, в том месте, какую-то часть прибыли с этого завода, чтобы они просто могли, ну, там, 10-20 лет, чтобы за это время могли чему-то переучиться, найти себе другие какие-то занятия, чем-то как-то по-другому обустроить свою жизнь. Я думаю, что главное здесь не угрозит, так сказать, людям будет не от железных наших роботов, пусть они и поменьше этого боятся. В первую очередь, уже приходят нейронные сетки, которые увольняют людей интеллектуального труда. Вы же знаете, да, Беребанцы, сколько уволено там до юристов. В Гуглу, по-моему, тоже это было с Беребанцем. Я везде, это сплошь и рядом. Сейчас туда не посмотри, любая коммерческая компания, она на рутинные процессы, на все остальное внедряет, как бы, нейросетку, обучает и все. Так что, в первую очередь, работу потеряют бухгалтера, юристы, там, такие люди, а вовсе не те, кого заменят наши железные братья. То, о чем мы говорим сейчас, про все эти опасности, вызовы в таком глобальном масштабе, кажется нам действительно какой-то проблемой вероятной. А для обывателя вообще, вот эта вся революция 4.0, может быть, она как-то проходит, ну, незаметно, что ли, у нас там более полутора миллиардов людей еще не имеют даже доступа к электричеству так-то в мире. Сегодня мы в быту реально ощущаем это каким-то образом или нет? Или мы настолько уже привыкли к изменениям технологическим, что мы так внутри, мы даже их не замечаем, может быть? Здесь большая оговорка за словом «мы». Россия находится на предпоследнем месте в мире по роботизации, на предпоследнем. То есть, разница между нами и технически развитыми странами просто невероятна. Поэтому, конечно, в России трудно почувствовать какую-то причастность к миру робототехники, когда у нас роботов нет 0,0 десяток. У нас, как бы, просто их и не завозят никаких. У нас и промышленная организация находится. Просто, да, практически на последнем месте находимся. Если говорить про страны Европы и про страны Азии, где мы работали вот именно, да ничего подобного. Там это все очень близко, там все это прямо на кончиках пальцев. И там, если какой-то процесс можно заменить, они заменяют родных. Прямо в Астрадамском аэропорту, пожалуйста, стоят абсолютно уже давно, много лет. Багаж я уже не помню, когда я сдавал там вообще людям. Вообще не сдавал в последнее время уже давно. Просто там боксинг. Бокс приезжает, ставишь ты, чемодан, закрывает, уходит. Регистрируешься ты сам тоже у роботизированного ящика. Сейчас там даже человекообразных роботов тоже не поставили на стойке. Если ты захотелось прям сильно поговорить, ну, приди, поговори. Вот точно такой же, как у нас робот стоит. Можете поговорить, где все это объяснить. То есть, на самом деле, люди, конечно, сильно уже окружены. Просто не дают себе отчета, насколько сильно. Но в России это трудно почувствовать. Да, в России это не очень заметно, но заметно, особенно в азиатских странах, да, не только в Европе. В Азии у вас есть партнеры, в том числе в Корее, да. Вот как вы считаете, почему так сложилось, как это складывается сегодня, может быть, почему именно Азия стала преемником новых технологий, да, и зачастую распространяет какие-то инновации, появляются именно там? Ну, не очень бережно к людям относятся друг к другу. А это все, что есть там, роботы, все остальное, это просто продукт человеческого мозга. Творчество какого-то коллективного, ничего больше. Я был там, меня в лабораторию ребята опустили. Это далеко от Сеула, это ехать там часа три или четыре, чуть-чуть не на границу с северной Кореей приезжаешь. Я такой, приезжаю, ухожу и смотрю, ё-моё, там стоит, ну, типа, нашего Москва-Сити. Я говорю, а это что такое? Он говорит, это вот Центр развития технологий. Я говорю, а зачем мне так оглядываюсь вокруг этой деревни, сельская местность абсолютно, деревня. Он говорит, вот и деревенские жители, чтобы они не приезжали в большие города, там и не мучились, он может прийти, получить кредит минимум 100 тысяч долларов государства на это по электронике. Вот здесь полностью цех, там любую, любую аппаратуру, вообще все, что угодно, может сидеть и заниматься здесь. Ему не для тебя доехать, там Сеуле, в тот другой крупный город, он может это делать прямо, не уходя из дома. То есть они для своих сельских жителей строят какие-то храмы науки и новых технологий. Ну, конечно, как, что бы у них не появиться. У них единственный капитал, который есть, это люди. Поэтому они в людей сильно вкладываются и, соответственно, получают хорошие людей. А для наших пространств здесь люди просто расходный материал, никто об этом ничем не думает. Мы ведемся, как сырьевая держава, и психология у нас такая, сырьевая, что-то взять, украсть, подать там. А там людям продавать-препродавать нечего, у них там есть возможность только одна сесть и что-то придумать, и сделать что-то такое. Вот они сидят с вами, я думаю, и, в принципе, не плохие у них изделия получают, судя по тому, что мы ездим на корейских машинах. Ну, да, мы, конечно, в автопроме здесь не соревнуемся. Пользуемся со Samsung, да, да, ну и все в остальном. Но, так или иначе, Robot City, это все-таки свою историю берет с российских корней, да, из России, и мы пытаемся все-таки стать на пути какого-то освоения, в том числе технологии искусственного интеллекта идти вперед, и вы работаете, большая часть, наверное, ваших сотрудников все-таки из России, да? Нет, я изначально вообще, когда затевал сам проект, я вообще открыл первую компанию в Амстердаме, она изначально голландская, я не искал, чтобы сильно российская-то была. Просто сама по себе робототехника, она не может не быть международной. Это вот прямо абсолютно четко понятная история. Кстати говоря, это индустрия 4-0 тоже, это все очень понятно. Ну, вот отдельно французы не могут сделать там качественную роботу, а корейцы не могут. Прям вот, ну, не могут. Это всегда коллаборация какая-то, да, это совместная? Вот только когда их удается нам всем объединяться, и только тогда из этого что-то получается. Ну-ка, знаете, там, ну, есть скорее робот Дарвин такой, Дарвин Ампи называется, маленький такой смешной, его делает очень уважаемая, компания большая. Ну, страшненькие, у него там такие ушки, ну, страшненькие, вот, я бы скажу, по нашим европейским понятиям, ну, реально уродицы. Просто по их понятиям, это какой-то Пикачу и несказанный красавец там. Я вот смотрю, как ты на них долго стоял, смотрю, а у меня отличное отношение с ними все. Я говорю, ну, нож возьмешь, вот я еще бесплатный даже попробую. Я смотрю, смотрю, ну, идем, партнер говорит, ну, ты же понимаешь, да, ну, если не смогу я это использовать, ну, где я в Европе-то это покажу, или в России? Он шел-шел, молчал-молчал. А вы думаете, что он страшненький, потому что у него рожки? Ну, то есть, ну, как им объяснить? Встречает, да, встречает хазик. Как им объяснить, да, это же эстетика другая. А французы наоборот, французы там, ну, прекрасные роботы, офигенные, они вообще очень нативные, они прекрасные там поо сделаны, они выглядят вообще мимимишно. Ну, там, и самих называют chicken magnets даже, как бы, французы, потому что девушки все таятся. Буквально реально. С девушки позисти того маленького поставить нам, все, смерть, все там, все тут же возле него, все готовы. Вот, он весь прекрасный. Ну, он ломается, зараза, он же не корейский робот. Вопрос про внешность роботов, про их восприятие людьми, вот это все. Наша цивилизация дарит нам все новые и новые фобии в связи с этим, в том числе, вот таким развитием технологических историй. У многих людей развивается, в том числе, роботофобия некая, да? Я долго пытался найти таких людей или детей, я о них много слышал, но так в результате я не нашел. Никто не боится вам об этой вашей серии? Нет, я всегда даже, когда рассказываю какой-нибудь в аудитории или что-то, мне всегда интересно, все спрашивают, там, а кто боится роботов, там, поднимите руки, там. Ну, кто-то, может, и поднимает, там, руки. Ну, в реальности, когда люди сталкиваются опять с реальным живым роботом, они обо всем забывают, они начинают его бояться. Скажется, как некая магия такая. Ну, это как оживший мультик, да, ожившее кино, им хочется с ним пообщаться, им хочется, чтобы он подвигался, им хочется, там, его потрогать. Если еще, не дай бог, он их узнал, там, или обратил внимание, или что-то там на невзгляд навел, что-то сказал, все счастью нет вообще предела, все страхи забыты, все идут, общаются с открытыми глазами, никто ничего не боится. На самом деле, я бы не сказал, что есть именно у людей страх именно конкретно перед самими роботами. У людей страх неизвестности перед будущим, что у них кто-то что-то там отберет. А вот перед самими этими устройствами, когда человек в живую реальность с ним видится, нормально. У меня дети, наоборот, требовали злых роботов. У меня, когда шли спектакли в Донецком мире, сюда вращали постоянно, родители и детей, что им нравится, что им не нравится. Так вот, 90% требований было такое, введите злого робота. Я удивился, пошел потом как-то зло разговаривать, я говорю, зачем вам вообще злые роботы-то? Они говорят, они у вас все слишком хорошие, они вот летят на планету, они спасают тех роботов, они все, они все друг с другом дружат, а бояться-то некого. Введите кого-то, чтобы мы бояться могли. Я такой задумался, думаю, ну да, это же закон драматургей, надо вести им плохого персонажа. Ну, привели им плохого персонажа. Выкатывался большой двухметровый страшный робот, дети там радостно верещали, вот что это страшный тот такой говорил. Ну, потом его побеждал другой хороший маленький бодрый робот, там еще веселый. Ну, то есть у людей-то, конечно, потребность в плохих роботах, она тоже есть. Ну, фильмы все еще пересмотрелись. Да, я вспоминаю, тут один из первых роботов, которые я когда-то в детстве увидела, это был робот в мультике «Ну, погоди», который был сначала в эпизодах, там такой робот-робот, интересный, веселый и все прочее, а потом превращался в такого злого робота. В общем, у него там палец вырастал. Жуть белопол, меня боялась, честно говоря, в детстве. Ну, это был такой вообще робот, какой-то некий, ну, условный робот, но вот, наверное, самый интересный робот и персонаж, который у меня запомнился, и которого я все жду появления в мире, это, наверное, «Электроник». Известный, помнят фильм 79-го года, если не ошибаюсь, и вот я все жду такого… Нет, не будет такого, точно. Это все-таки осталось в фантазии, да, в фантазии 70-х. Есть проблема такая, как бы, «Долина смерти» в робототехнике, когда робот становится слишком похож на человека, вот этот человек это пугает, вот в этом смысле право, да. Я когда говорил, я забыла говорить, что речь идет вот только о роботах нашего тела. Да, когда они намекают немного на человечность, это не пугает, но как только он превращается… Похож на человека, дело в том, что полностью мимику человеческого лица скопировать невозможно, и когда человеческий глаз сталкивается с тем, что лицо вроде человеческое, мимику у него не человеческое, начинает пугаться, это как если мертвец ожил и разговаривает. Ишигуру есть такой знаменитый японский профессор, он просто-таки занимается этой историей, делает роботов похожих на людей, причем очень похожих. Они играют в театре тоже, насколько я помню. Да, он приезжал в Москву, у три сестры там играли именно его роботы. Он приезжал, он вообще офигенный чувак, конечно, но все равно, все равно он с этим тоже сталкивается. Все равно я тоже это видел много раз. Как только слишком на человека похож робот, все, у человека сразу такое неприятие. Ты отлично выполнил задание, робот у нас, но может быть теперь ты скажешь? Да нет у них кнопок, понимаете, нет. Есть. У каждого человека есть кнопка, тщеславие, жадность, честолюбие, тем более у робота. Не знаю, я вам все рассказал. Где-то должна быть граница между роботом и не роботом, все-таки мы должны это ощущать. Многие опасаются искусственного интеллекта, то, что он на свете будет порабощать, и мне кажется, это настолько глупо. Мне кажется, что искусственный интеллект, если он разойдется до какой-то стадии, до нашей, то он очень быстро эту стадию минует и уйдет в другие совершенно дали, в которых мы его интересовать не будем вообще ни разу. Зачем? Вот почему у него какая цель? Стать таким же умным человеком? Зачем ты уничтожишь людей? Зачем? Если он может становиться автоматически таким умным и сам себя апгрейдить постоянно, то он просто проапгрейдит дальше и будет заниматься дальше до Вселенной. Ему как-то это просто, ну, человека-человек. Человек будет иногда его дергать, что-то обращаться, он будет что-то решать для него. Но, в принципе, зачем? Если система самосовершенствуется, то тот миг, когда она будет на уровне нашего сознания, это будет реально миг. Прям в секунду, и все, будет заниматься дальше своими какие-то дела. Считается, что символом революции, первой промышленной революции, был веретенот. Как вы думаете, что является символом четвертой промышленной революции? Телефонные вышки. Телефонные вышки? PS5G, конечно, да. То есть это коммуникация, да, то, что позволит людей и машин, на МТОМ, не забывайте. Самое главное, по мне, то, что люди смогут общаться, а то, что наши машины смогут общаться друг с другом, мы можем предотвращать столкновения, которые мы, кожаные мешки, устраиваем друг другу, да. Они могут это сделать, а лица и могут обменяться информацией о скорости движения, и перестановить, уберечь нас просто от нас самих. Но они могут это сделать только, когда есть коммуникация и скорость связи. Айдар, как вы считаете, Россия приближается все-таки к 4.0 или нет? Нам еще долго ждать, видимо, да? У нас рядом большой технологический сосед Китай, который приближается ко всему, к чему надо. Поэтому, соответственно, слез за ним, конечно, мы приобретемся, куда деться. У нас в этом смысле даже и проникновение технологий немножко выше, чем в Европе. На самом деле, вот модели телефонов, там какие-то эти, по гаджетам, по еще каким-то. Но мы как пользователи скорее интегрируем, это мы же не производим. Не-не, конечно, не. Я имею в виду, что наши люди просто получают в пользование раньше, чем европейцы. Потому что Китай рядом, и в первую очередь там это все попадает. А потом уже через нас уходит даже Европа. То есть мы тестим для всего мира. Да, и они тестим, да. И на вильке часто отправляют к нам, они часто попадают раньше, чем туда. И это вот многое замечало в Европе. И в целом, поэтому у нас, ну, как бы молодежь, она попродвинутее, чем европейская. И европейская так не разбирается хорошо в технике, как наша. Она же просто с тех времен, когда все ломалось и сами приходилось чинить, у нас традиция сохранялась, и все прям отлично разбираются в том, что как устроены. Я надеюсь, что вы будете теми самими проводниками, которые позволят нам приблизиться к этому. Да, да. Мы для всего человечества работаем, не только для России. Да, и приятно, что мы именно здесь встретились, по крайней мере, в этом гостеприимном месте. Эдер, спасибо вам большое. Рада встречи. Успехов. Спасибо всем. Если вы хотите подробнее узнать про робототехнику, про бизнес в этой сфере, про компанию Robot City, обязательно посмотрите предыдущий выпуск. До новых встреч. Вы на канале Бегетон ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова